О том, нужно ли в Кирове поддерживать этот вид искусства, поговорим с нашими гостями. У нас в студии историк Антон Касанов и представитель мастера по граффити Александр Сисюков. Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Антон, скажите, насколько мы знаем, вы небольшой фанат граффити. Считаете, что в исторической части города их не должно быть. Почему? Наоборот, я очень большой фанат граффити. Я считаю, что они должны быть вообще везде. Просто вопрос в качестве. То есть, допустим, если этим занимаются люди, которые уже себя зарекомендовали как большие профессионалы, то это одно. То, что делают братья Сисюковы, то, что делают Сергей Кайсин, Женя Старкин, другие ребята, это великолепно. Я считаю, что это не то, что современное искусство, это вообще, в принципе, уже часть искусства как такового. И многие люди, поскольку я много общаюсь с туристами, знают, что Киров – это одна из столиц вообще по Волжи или даже центральной России граффити. Насколько это уместно в исторической части города? Это уместно там, где это допустимо, скажем так, потому что, конечно, не везде это уместно. И тут качественной граффити в исторической части города на зданиях каких-то старых, в принципе, их нет. А то, что там есть – это вандализм. То есть, допустим, то, что было недавно, когда пивная крышка была нарисована, в том числе на зданиях памятниках, это вандализм. Это не искусство, это полная профанация, это отвратительно, и с этим должны бороться правоохранительные органы. А то, что делают вышеперечисленные люди, художники, они все это делают с умом, очень грамотно, и делают именно в тех местах, где это возможно. И разница. То есть, вы говорите, есть определенные художники, которые молодцы, а какие-то надписи, ведь это тоже считается граффити. Так я понимаю, это само собой, я просто высказываю свою личную позицию. То есть, поскольку у меня есть свое отношение к этому, да, то есть, допустим, если говорить про дворекс-граффити знаменитый, чьи рисунки были показаны в предыдущем сюжете, да, то это тоже двоякая ситуация. Но, во-первых, начнем с того, что те люди, которые уважают, и чье творчество мне нравится, и чье творчество я показываю, там, туристам, жителям города, они в основном рисуют там, где это согласовано, с органами местной власти, с ТСЖ и так далее. Александр, можно ваше мнение? Расскажите, как это происходит, по какому принципу вы выбираете стены, проводите ли опрос среди кировчан, вообще нужны им здесь рисунки или нет? На самом деле, к нам уже сейчас жители сами обращаются с просьбой зарисовать какой-то фасад дома или детскую площадку. А чем это объясняют? Чтобы было красиво? Чтобы было веселее, чтобы им было приятнее. Серая стена не очень, видимо, впечатляет. А когда мы намосим свой рисунок, и, соответственно, все согласовано, на этапе эскизов, даже цветов, тогда, конечно, получается очень хорошо и всем нравится. А вот, говоря о том, что кто-то берет баллончик и начинает, где попало, что попало рисовать, я абсолютно против этого. И только из-за этого бывает впечатление складывается, что граффити – это вандализм. Это вообще разные вещи. Да, это разные вещи. На самом деле нет. Конечно, граффити – это искусство. Это если ты действительно нарисовал там, где положено, где можно, согласовал, все сделал, все красиво, грамотно, четко, тогда это, конечно, просто произведение будет. А со временем уменяется отношение вообще у людей к стрит-арту? Да, конечно. В нашем городе вы замечаете? Да, замечаем. По отзывам, которые нам в группе пишут, люди действительно сказали, что приезжают много приезжих, они фото делают и выкладывают в сетях, мы видим, появляются наши работы в группах в других городах. То есть ваша позиция, что все должно быть согласовано? Конечно. И у вас на каждый рисунок есть документ? Конечно, конечно. Все согласовано. Если это жилой дом, это обязательно с жильцами. Если это городской объект, обязательно с городскими властями. То есть ничего такого, что ночью вышел, что-то нарисовал и исчез. Нет. А как быть тем художникам, кто красиво рисует, но у них нет возможности согласовывать, заниматься этими вопросами? Да, на самом деле ничего сложного в этом нет. Пусть обращаются к нам, мы научим. У нас сообщество любителей краски. Много художников у нас. Каждый год проводятся фестивали определенных. Краска нафт тот же самый. Да, да, да. Каждый может себя попробовать в легальном русле и для этого не обязательно бегать ночью. А почему-то бегать ночью и вандали, так это какие-то маргиналы в основном. Почему тогда возникает такая проблема и ночью реально бегают люди с баллончиками? Ну потому что они... Так проще? Им проще. Ночью никто не видит. Потом утром ты, вот типа ты герой там что-то нарисовал, в сетях выложил, вроде все, художник, все, ты баллон купил, ты художник вперед. Ну понятно, но это в основном же что? Ну это, так скажем, взрослые-то люди этим не занимаются. Сегодня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» мы запустили опрос, нужны ли граффити кировчанам. Мы на данный момент лидируют варианты ответа 69% выбрали «да», потому что это красиво. Ну да. Это красиво и в этом есть определенная идея. То есть, вот вы знаете, мне кажется, в отличие от многих других городов, те люди, которые занимаются у нас граффити рисунками, они это делают с идеей. То есть, если, допустим, мы говорим про те рисунки, которые появились на стенах, которые вокруг водохранилища, на Дериндеево и Герцена, там тема воды очень хорошо реализована, вот братьями Сисяковыми, да, другими ребятами. То есть, на самом деле люди ходят, они видят, что вот тут водохранилище. Или, допустим, дворец граффити, где Максим Синдорович нарисовал дедушку, который смотрит как бы в космос, да, и там написано «Вятка автомат». То есть, про это можно рассказывать как объекты современного искусства. В прошлом году был громкий скандал, связан с тем, что новый директор Химчистки хотел закрасить все рисунки у, непосредственно, Химчистки на Спасской. И я очень благодарен средствам массовой информации, другим людям, которые отозвались. И вот была дискуссия такая, в ходе которой действительно удалось сгенерировать идею-то в том, что это место, это не просто то место, где что-то нарисовано. Это настоящий музей современного искусства под открытым небом. Каждый художник — это личность, да. И это не просто кто-то что-то нарисовал. И здорово, что удалось отвоевать половину этого дворника, тем более, что рисунки-то были на заборе в основном, а не на самом здании. Александр, расскажите, а что чаще всего заказывают люди? Какие рисунки, изображения? Ну, как, они знакомятся с нашими работами. И я бы сказал, классически их практически у нас нет. Заявок, там, цветочки, какой-то мультипликационный персонаж. В основном все в том стиле, в каком у меня брат работает. Но это абстракция? Я бы сказал, да. Абстракция такая, довольно-таки цветная, геометрия. Я бы еще что добавил. Город на самом деле, наш город, красивым делают не рисунки, его делают красивым парки, дороги, газоны. Красивые дома. Вот, что делает город красивым. То есть, вы считаете, нужно заниматься больше этими вопросами, нежели рисунками? Да, это штрихи, это дополнение. А как думаете, необходим вот в вашей работе некий, может быть, специальный совет, который будет решать, кто будет делать рисунки где, когда и какие именно? Ну, на уровне администрации города. Ну, конечно. Ну, на данный момент... Есть необходимость? Ну, как, я не знаю, как отдельные люди, что ли, наши? Я думаю, нет, не обязательно. Например, я вот этим занимаюсь какой-то отчасти. В администрации нет людей, которые в этом компетентны. Да. Там нет должности ни главного архитектора, ни главного художника города. О чем Дмитрий Шеляев, который вот выступал, он говорил уже много раз, что нужно вести должность главного художника города, и тогда все будет нормально. Они просто не решаются. Рисунок вроде покажешь какой-то, но безобидный рисунок. А они же начинают подумать. Ну, консервативные люди, да. Может, вы там что-то зашифровали, какой-нибудь призыв, я не знаю, к чему-нибудь. Вот. На самом деле, очень сильно меняется, вот я еще хотел сказать, вообще все. Окружающая среда, вот вы абсолютно правы. Я вспоминаю, была такая история в доме на Азина-61, там, значит, бабушки обратились к кому-то, ну, кто-то знаком был там с братьями или с кем-то еще, что у них дверь подъезда была облезлая, такая железная. И ее разрисовали, и нарисовали там море, закат, солнце. И стало очень красиво, и это действительно получился арт-объект прямо вот из самой банальной вещи. Это входная дверь, и ведь мы каждый день из этой двери выходим, заходим, и просто один облик ее уже сильно влияет на впечатление наше, на состояние эмоциональное. И поэтому, когда такие классные, такие интересные графики в городе появляются, то очень здорово. Ну, кстати, вот к теме ремонта, в других городах в рамках программы капитального ремонта разрисовывают фасады домов. Возможно ли это реализовать в нашем регионе? Ну, в принципе, это же уже было реализовано, потому что те дома адынковские, те же самые, они же там, насколько я помню, тоже использовали по капремонту, там, какие-то проекции. Мы тоже объект недавно выполнили, вот где будет провод строится, там, пятиэтажка, фасад. Долго делали, но там же такое получилось грандиозное зрелище. Можете посмотреть, я не знаю, был у вас... Торцевая стена, по-моему. Да-да-да, торцевая. Представляете, пять этажей, там здорово. Но все равно город большой, а не так много видно таких шедевров у нас. Ну, наверное, да, потому что некоторые люди, может быть, они бы хотели рисовать, у них, может, денег на окраску просто нет. Или стесняются. Не все знают, что так вообще можно, потому что... Вот самое главное, да, не все знают, что можно сделать это легально, что это можно сделать по закону, так скажем. Но это долгая процедура согласования? Больше согласовываются не сколько вот эти разрешительные меры, а сколько вот сам эскиз людям, чтобы понравилось, что тут нарисовано. А остальное, это уже у нас уже все отработано. Все легко. Давайте, вот, конец, обсудим проблему, что же все-таки дело с хулиганами, которые считают свои рисунки шедеврами, но вот это противоречит здравому смыслу. Что делать с этими людьми? Ну как? С подростками, с баллончиками ночью. Ваши варианты. Ну, вот я лично считаю, что здесь есть несколько аспектов. Во-первых, как бы их нужно ловить, да, то есть у нас сейчас мы живем в такое время, что везде висят камеры, я думаю, что если бы захотели поймать тех, кто из рода установки, допустим, а те, кто нарисовал вот эти крышки, почему их не ловят, я тоже не понимаю, да, то есть... Ну, я понимаю, как в крышках идет речь, это там некая рекламная кампания. Ну, если это тем более рекламная кампания, то еще более строго должно быть наказание. Или это антирекламная кампания. Но факт в том, что были изуроданы фасады не просто домов, а тех домов, которые являются памятниками истории. Это просто неуважение, в конце концов, какое-то определенное. Но, с другой стороны, вот, интересно, что вот скажет наш спикер, да, вот, допустим, если бы Бэнкси согласовывал все свои рисунки, да, стал бы ли он таким великим мастером. Поэтому этот вопрос, конечно, еще качественный. Но если человек очень глупый и ничего не понимает, то тут нужно так, ну, тогда каким-то образом понять, что так нельзя. Действительно, да, если рисунок сделан качественно, там, без каких-то даже, допустим, да, этой же ночью, да, но он такой здоровский, качественный, всем нравится, он не испортил фасад здания, ни историю, ничего. Я думаю, это тоже будет нормально, никто не будет ругаться на эту тему. А к этим, ребятам, мы призываем, вы обращайтесь в наше сообщество, любители краски. Мы поможем вам реализовать вас легально, по закону, и чтобы люди увидели ваши таланты. Спасибо, что сегодня ответили на наш вопрос. У нас в студии был историк Антон Касанов и представитель мастера по граффити Александр Ситюков. Спасибо. Спасибо.